Роман, вы бизнес-архитектор. На сайте городского суда я увидела о том, что один из успешных предпринимателей, который развивается, расширяется, причем по территории Ямала, оказался в должниках. То есть ты понимаешь, что бизнес не так уж и прекрасно процветает и расширяется, как мы это все видим. На самом деле есть проблемы. Вот все-таки предприниматели, какие ошибки допускают и почему все-таки, получается, бизнес сгибается в них? Если визуально представить, что стоял-стоял и загнулся. То есть что-то произошло с управлением. Мне кажется, и вот опираясь на опыт своей работы, а это происходит каждый день, я буквально прилетел сюда утром в понедельник из Москвы и вылетал, а вечером поздно в воскресенье я прилетел из другого города, где проводил стратегическую сессию с одной из крупнейших российских компаний в области логистики. И мы тоже обсуждали такие вопросы. И они тоже переживали разные времена в своей работе. Но мне кажется, если из ключевых параметров, то нужно выбрать следующее. Первое – это финансы, то есть ресурсы. Второе – это команда. И третье – это клиенты. Над всеми над этим есть личность собственника и основателя. И как бы прекрасно не работали все те три составляющие, если в какой-то момент собственник забивает, как многие мечтают, не работать, жить под пальмами, уехать. А на карточку капает. Да, деньги на карточке капают. Капает ровно до того момента, пока тебя не обворовывают, пока твой бизнес не превращается в кормушку для того, чтобы просто нечистоплотные, не все, но нечистоплотные сотрудники просто используют свой бизнес в корыстных целях. Поэтому я считаю, что личность основателя в обратном последовательстве. Второе – управление ресурсами, а в первую очередь финансами, недопущение кассовых разрывов. И вот твой пример, мне кажется, он как нельзя лучше. Должник – это значит кассовый разрыв. Это значит, что-то пошло не так. Как-то я учился в Соединенных Штатах, в университете Анкоридж, Аляска. Я прихожу на занятия, у нас был классный-классный профессор, Гэри Селл, как сейчас помню. Он говорит, студенты, пожалуйста, запомните разницу между кэшфлоу и отчет о прибылих и убытках. То есть это два самых разных отчета, которые предприниматель должен понимать. Это значит, как он утром должен просыпаться с пониманием, что такое отчет о движении денежных средств. То есть хватает ли тебе поступающих денег на закрытие всех твоих платежей и с какой прибылью ты работаешь. И главный вопрос, который должен задать тебе любой предприниматель – с какой рентабельностью работает твой капитал. Вот если ты на эти три вопроса отвечаешь, уже в целом все неплохо. Следующий аспект – команда. А кто те люди, которым ты можешь доверить? Управляем финансами, продажи, отгрузку, логистику, склад и так далее, и так далее, и так далее. Наверное, только себе. Так большинстве и происходит. Это тоже ошибка, да? А ты знаешь, что происходит? В этот момент собственник превращается в многорукого, многоликого, многоногого шиву, который пытается с тремя телефонами, с пятью компьютерами что-то решать. И это как раз об отсутствии доверия. Доверие основанного на… Отсутствие доверия – это страх. Страх довериться, то есть что что-то пойдет не так. Но именно в этот главный момент управления, делегирования, в противном случае снова из-за собственника решение не принимается. Команда привыкать к тому, что все решает только он. И даже когда он уезжает и, например, говорит – решайте. А он говорит – как же? А ты? Мы же ждем, чтобы ты за мной все решил. И последний, наверное, вопрос, который последний по списку, но не последний по значению – это сами клиенты. Это сервис, который компания осуществляет. Если компания перестала осуществлять качественный сервис в огромном состоянии конкуренции, так или иначе она потеряет рынок. Сейчас вот вернемся к этому термину и про кассовый разрыв. Вот здесь хочется пояснить все-таки, что это значит. В буквальном смысле, когда мы просто теряем контроль? Разрыв – это да, когда ты теряешь контроль. То есть когда ты перестаешь иметь возможность платить по счетам. Представьте, что завтра тебе нужно заплатить за квартиру. А ты накануне пошла в красивый магазин какой-то там одежды и закупила себе на все ресурсы для квартиры себе красивых нарядов. Не в ту кассу влезла. Не в ту кассу. То есть вроде как бы и все хорошо, и ты счастлива. Но домочадцы смотрят на тебя с недоумения и говорят – мам, а где жить-то мы теперь будем? Вот это и называется кассовый разрыв. Ты уже с предпринимателем в разных регионах встречался, работал. Скажи, вот эти ошибки, которые они совершают, они одинаковые? Или все-таки есть региональная какая-то специфика? Нет, никакой региональной привязанности. Нет, абсолютно. Специфики и ментальности тоже нет. Я знаю, что многие консультанты, они агрегировали ошибки и пытались писать книги. Там 10 главных ошибок малого бизнеса. Или 5 самых главных ошибок малого бизнеса. Раз пишут книги, но учитывая, что по итогам 2022 года, получается, открылось почти 3000 индивидуальных предпринимателей, а закрыли свой бизнес, получается, 2500, 2400 даже. То есть это разница, на самом деле, небольшая, но это огромное число. Значит, все-таки эти книги не работают? Не работают. Не работают. И еще, знаешь, мне кажется, для большинства из нас бизнес – это как эйфория. Это вот я работаю… Ой, я буду работать на себя, зачем мне работать на дядю? Да, да, да. Плюда обеда. Я сижу, в общем, на своем предприятии или где-то на госслужбе, сижу, работаю, думаю, да как мне надоело, начальник придурок, эти коллеги идиоты. Пойду-ка я лучше открою свой бизнес. А что приходит в голову первое? Салон красоты, там, не знаю, кафе, кофейню какую-то, да? Ну, то, чем чаще пользуются. Кто, чем чаще пользуются. Но это так называемое понятие «красный океан». Это там, где самая высокая часть конкуренции. И, скорее всего, с розовыми надеждами, с розовыми очками, когда ты приходишь туда и пытаешься открыть 125-ю кофейню, 425-й салон красоты, и, не думая о команде, о сервисе, ты натыкаешься на те же самые грабли. Рано или поздно твой кассовый разрыв между тем, что к тебе клиенты не приходят, а платить по счетам нужно, заканчивая тем, что ты съезжаешь в это помещение, бизнес закрываешь, разочарованно возвращаешься на ту же самую работу. Если это кризисы внешней среды и черные лебеди, то даже тогда, когда все хорошо, люди совершают те же самые ошибки. Им хочется купить красивую машину, они берут из кассы деньги и покупают. Наступает момент платить зарплату, а денег нет. А подушки нет? Это самый базовый пример. Открываем красивый салон, но не задаем себе вопрос, а где мы его открываем? И вот буквально в своем телеграм-канале недавно я обсуждал одну тему по стратегии, и там пишет предприниматель. У меня все классно, у меня все прекрасно. Единственная стратегическая ошибка, я открыл бизнес не в том месте. И я мне так и хочется, говорю, знаешь, хочется спеть песню, а в остальном прекрасная маркиза. Все хорошо, все хорошо. И это самый главный вопрос. Локейшн, локейшн, локейшн для розничного бизнеса. Где ты открываешь свой бизнес? Вот такими базовыми вещами мы пренебрегаем. Ты помогаешь предпринимателям развивать, улучшать бизнес. Скажи честно, сам бы открыл в сегодняшних условиях бизнес? Я по сути предприниматель. И я начинал с предпринимателя. Первый бизнес мой был, не поверишь, мы думали, что же нам делать. Мы были студентами. И так получилось, что я случайно в институте оказался в Ташкенте, где я увидел, что в Ташкенте, где жара, продаются шубы, а на Дальнем Востоке, где я жил, этих шуб не было. И цена была такая, что можно было слетать, привезти. И вот первое, что мы делали, там на втором курсе учета, мы ездили за шубами в Ташкент, и везде на Дальнем Востоке продавали. То есть это была базовая вещь, когда ты видишь, что есть неудовлетворенная потребность, и ты пытаешься ее удовлетворить. То, что я сейчас занимаюсь, это тоже предприниматель. Да, уже не шубами, значит, там что-то пошло не так, честно говоря. Просто там трансформация, потом был другой бизнес. Мы в конце концов разорились. А разорились мы по одной простой причине. У нас был большой бизнес. Мы взяли большой кредит, заложили недвижимость, но получилось так, что мы не понимали, что такое управление бизнесом. Что когда-то все уже будут в шубах, и кому-то не понадобится. Это уже не про шубы, это уже про бытовую технику. И мы начали играть в конкурентную войну. Мы начали снижать цены на товар. А когда у тебя нет понимания того, что ты делаешь, то есть снижение цен и ценовая конкуренция, она приводит лишь только к одному, что клиент выигрывает. В какой-то момент мы упали ниже себестоимости, но мы этого просто не осознавали. Нечем было платить по кредиту. Так реализовали все финансовые риски. Наша недвижимость была продана, бизнес исчез. Ну, собственно говоря, мы обанкротились. Вот это был, я на себе прожил понятие банкротства. Я знаю, что это такое. Возвращаясь к твоему вопросу, открыл ли я бизнес? Я и есть предприниматель сейчас, только мой продукт, он интеллектуальный. Это некая консультация. То есть у нее нет физического воплощения. Поэтому это тоже бизнес. И если тебя покупают, значит, твой продукт востребован. А если нет, значит, тебе нужно что-то менять в своем продукте. И это тоже та базовая ошибка. Мы думаем, что будут покупать то, что мы хотим. А на самом деле очень важно как раз понимать клиента, что для него важно. Как-то я общался с одним из гуру предпринимательства, Боб Дорф. Он много пишет о том, как открывать бизнес. Он говорит, не знаю, не цензурная фраза для нашего телевидения, но если вы будете сидеть своей пятой точкой в своем кабинете, ты никогда не поймешь, что нужен клиент. Поднимай ее, иди и общайся. Субтитры создавал DimaTorzok